Приветствую вас Евгений, давайте мы с вами разберем вопрос, который вы задаете. Вы знаете, про комплексы можно на самом деле очень много говорить, да, можно много говорить о том, что это, что это такое, откуда они берутся, вот. Правда в том, что с ними нужно работать и правда в том, что как бы их необходимо прорабатывать, вот. Необходимо вырабатывать в себе некоторые другие реакции, открывать в себе некоторые другие чувства, вот. И в целом как-то вот менять не только, да, свое поведение, но и в какой-то степени отношение к себе, тут вот, корректировать становки. Вот, также это работа с переживаниями, с некоторыми эпизодами в вашей жизни, которые были у вас, вот и так далее. Но, вот что я хочу сказать. Дело в том, вот, что у вас очень хороший в конце вопрос, да. Почему я должна работать лучше всех, чтобы добиться человеческого отношения? Вот, с этого вопроса я и хотел бы начать свой ответ. Значит, смотрите, вы сами действуете так, что уже должны работать больше, чтобы добиться человеческого отношения. То есть, вы уже ведете себя так, как будто с вами что-то не так, вы уже ведете себя так, как будто вы хуже других, вы чувствуете себя так, вы воспринимаете себя так, вы относитесь к себе так, что вы хуже других. И именно такое вот непринятие себя, непринятие своей внешности, ожижение себя ребенком, пребывание в детском состоянии и уверенность в себе. Это то, что не имеет ничего общего с тем, что вы молодо выглядите, например. Это не имеет ничего общего с тем, что у вас детский голос, детское лицо и так далее. Это внутреннее история, это психологическое восприятие себя. И в первую очередь это обесценивание своей детской ценности, это обесценивание своей ценности, это сомнение в том, что вы такая же, как они. И в то же время это ожидание от других людей, что они будут вести себя по-другому, что они будут вас уважать, что они будут вас ценить. Ну, за какие-то вещи, за какие-то вещи. То есть вот именно за какие-то вещи будут вас уважать и ценить. В том смысле, что если вы будете профессионалом, например, если вы будете чем-то еще. Вот. И вот эти постоянные условия, которые вы ставите себе, они и... Не счастье. Вам функционально. С функциональной точки зрения. Вот, собственно, то, с чем здесь нужно работать. Вы сами себе, как бы, сами себя поместили в такие рамки, что, чтобы быть равным другим людям, нужно быть... Нужно выглядеть такой же взрослой. Вот. А с одной стороны. С другой стороны. Вы не доверяете себе. Скорее всего. В плане того, что... Положиться на себя. На свой выбор. На свое решение. Вы не можете. Потому что... Боитесь... Ошибки. Боитесь... Пожалеть. Чего-то такого. Ну, это... Соответственно... Эм... Обосновывает... То, что... Вы... Нуждаетесь в других людях. То, что вы... Нуждаетесь в... Эм... Подсознательно нуждаетесь. В том, чтобы вас... Условно говоря... Подтолкнули... Как-то... К... Чему-то. То есть... Внешне вы... Этого не хотите. Внешне вы... Обижаетесь даже. Стесняетесь своего возраста. Но... Если... Так вот... Вы спросите себя... Готов ли я полагаться на себя? Готов ли я... Опираться только на себя? В принятии решений? Ну... Вот в этом... Случае... Я думаю... Ситуация... Будет... Весьма... Эм... Неприятной... Для вас. И... Чем больше вы не уверены в себе, тем... Больше вы нуждаетесь в людях, которые указали вам что делать. И... Соответственно те... Эм... Грубоватые... Элементы отношения к вам... Это и есть... Эээ... Те рамки... На которых... На... На которые вы... На установку которых вы... Подсознательно провоцируете людей своим поведением. Вот. А потом вы обижаетесь. Как ребенок. То есть это в какой-то степени безответственность ваша, собственно, по отношению к самой себе. И потребность опереться на другого человека в вопросах своих поступков, своих действий и так далее. Конечно, вы со мной можете не согласиться, это ваше полное право. Вот, но я очень надеюсь быть не прав. Вот то, что, в принципе, можно вам сказать, наверное, с этим встреча. Что можно здесь порекомендовать? Ну, наверное, я бы задал два вопроса. Первый. Для чего мне есть человеческое отношение? Вот в том контексте, в каком вы спросили, задали вопрос. И второй вопрос, это доверяю ли я себе? Ну, вот просто вот. Доверяю ли я себе? То есть, к примеру, когда, например, меня перебивают, когда меня осекают, как вы говорите. Я чувствую протест, но я его подавляю. Получается. Вот, в принципе, причины для подавления. И нужно вам для себя увидеть. Ну, вот, примерно в таком направлении я рекомендовал бы вам двигаться вперёд. А дальше уже будет видно зависимостью от того, что у вас, ну, что у вас там. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.